Судите сами, что бы ни говорили сегодня эксперты о поводах текущего осложнения, например, ситуации в Украине, главные причины все же скрыты в социальной проблематике. Кто знает экономику Советского Союза, помнит, что Украина стабильно была второй мощной республикой после России. Сегодня общий объем экономики Украины почти на 25% уступает экономике Казахстана. Такого не должно было случиться. Мощная экономика. Почти 50 миллионов населения должны были прежде всего заняться экономикой, а потом политикой, как я говорю. Сейчас есть ряд неутешительных прогнозов, связанных с отдельными региональными экономиками. Сложная остается геополитическая ситуация. В применительной Центральной Азии вызовы региональной безопасности связаны с тем, что процесс политического эрегирования в Афганистане пока не принял необратимого характера. Нынешний год очень важный для этой страны. Там пройдут очередные президентские выборы. Будет осуществлен вывод войск коалиции. Международные силы сыграли историческую роль в стабилизации ситуации не только для этой страны, но это очень важно для нашего региона, Центральной Азии в целом. Поэтому мы особенно высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки, Германии, Великобритании, многих других стран, которые много сделали для стабилизации в вашей стране.